Здравствуйте, сегодня поговорим о кашах с мясом. Каждый имеющий автоклав непременно делает это блюдо. Вот только не у всех оно получается. А почему? Ответ прост. Для того, чтобы получить качественную кашу, нужно знать необходимые пропорции крупы, воды и мяса. А вот это народ узнавать не хочет. А ведь все уже разработано 100 лет назад. Посмотрим на эту таблицу. Здесь мы видим отдельно говядина-баранина, отдельно свинина. И в каждой колонке различные пропорции. Для говядины мы видим количество крупы больше и воды меньше, чем для свинины. Соотношение воды и крупы не такое, к которому мы привыкли. Для гречки и риса, например, один к одному. А вот для пшенки или перловки более привычное, один к двум. Но если точнее, здесь надо учитывать даже доли миллилитра. Кроме того, мы видим, что здесь количество соли на треть больше, чем для тушенки. Чтобы применить цифры из этой таблицы, нужно умножить их на число, кратные емкости банки. Если банка 500 миллилитров, умножить на 5, если 300 миллилитров, умножить на 3. Мясо можно сделать на мясорубке, можно нарубить вручную, но кусочки мяса должны быть маленькие, не более 2 сантиметров. Это нужно для того, чтобы впоследствии равномерно размешать крупу с мясом. Теперь смотрим, сколько у нас получилось мяса. Получилось больше килограмма. Теперь посмотрим на табличку именно для полулитровой банки. Сложим жир с мясом, так как мясо у нас жирное, у нас получится для закладки 245 граммов мяса. Отмеряем нужное количество мяса по банкам. Отмеряем нужное количество крупы. Добавляем соль. Добавляем лук, и все это перемешиваем тщательно прямо в банке. И в самом конце наливаем горячую воду в количестве указанном в таблице. Это нужно для того, чтобы вытеснить воздух из банки. Чтобы потом при автоклавировании из банки меньше выходило содержимое. После заливки воды немедленно закрываем банки. После этого банки выкладываем в автоклав. Смотрим, какой режим стерилизации у нас должен быть. По времени он довольно-таки сильно отличается от той же тушенки. При 115 Цельсия мы должны стерилизовать целых 150 минут, а при 120 градусов 100 минут. Почему так долго? Дело в том, что крупа впитывает практически всю воду и тепло внутри банки распространяется только за счет теплопроводности каши. А эта теплопроводность очень небольшая. По другим параметрам затруднений быть не должно. Нагрев и охлаждение консервов вполне можно выдержать как рекомендовано в технологической инструкции. Каши, в отличие от других консервов, не требуют времени для созревания. Их можно употреблять сразу, потому что это обычное кулинарное блюдо. Что мы сейчас и сделаем. Открываем нашу баночку и выковыриваем нашу кашу. Холодный рис всегда плотненький. Разогреем нашу кашу и разобьем рис немного, чтобы наша каша приобрела первоначальный вид. Но вот как видите, отличная рассыпчатая каша эталон. И весь секрет правильно соблюдать пропорции, которые разработаны в научно-исследовательских институтах, а не заниматься бесполезной отсебятиной. Спасибо за внимание.